Я получаю видеозапись вебинара и передаю слово нашему спикеру сегодня, Ладе Зимина, заместитель директора, координатор проектов Центра Digital Humanities университета ИТМО. Лада, вам слово. Валерия, спасибо большое. Давайте я начну и сначала сделаю такую небольшую оговорку, что, во-первых, поблагодарю за то, что меня позвали выступить на таком вебинаре. И скажу, что в рамках данной презентации я бы хотела скорее поделиться опытом того, как практическая подготовка работает в ДЕЧ-центре, познакомить вас немного с спецификой того и с теми сложностями, с которыми можете столкнуться человек, который организовывает практики для довольно разношерстной такой аудитории нашей магистрской программы, которые приходят как технории, так и гуманитарии, и поделиться спецификой проектной и продуктоориентированной работы в коллаборации с нашими партнерами, с которыми мы, собственно, делали эти практики. Это партнеры из культурных институций Санкт-Петербурга. Но начать я бы хотела с того, что у нас такое за подразделение и кто такие, что такое ДЕЧ-центр. ДЕЧ-центр или, как мы официально называемся, Международный центр цифровых гуманитарных исследований. Мы находимся на Ломоносово в аудитории 1417 и усердно работаем над развитием и популяризацией цифровых гуманитарных наук или исследований, как это, наверное, более правильно называть. Это такая динамично развивающаяся область на стыке гуманитарных и компьютерных наук. И мы работаем по нескольким векторам. С одной стороны, это культурная аналитика, это аналитика digital born данных о культуре, которая распространяется в интернете. И также это работа с оцифрованными коллекциями, которые накапливаются и распространяются теми самыми культурными институциями, с которыми мы работаем. И мы разрабатываем какие-то проекты и продукты, которые позволяют репрезентовать то самое культурное наследие в цифровой среде в интернете. Мы используем компьютерные алгоритмы для анализа и представления таких данных на широкую аудиторию. Также на базе нашего центра это анализ культурных данных и визуализация или Digital Humanities, как эта программа будет называться со следующего года. Мы сталкиваемся с некоторыми вызовами, которые нам бросают как раз тот самый формат работы со студентами и те студенты, которые к нам приходят. А к нам приходят студенты-магистранты с совершенно разными навыками, совершенно разным бэкграундом. У нас учатся и искусствоведы, и историки, и также ребята, которые заканчивали ИТМО, в том числе по совершенно разным специальностям. Это и оптики, и разработчики, и дата-аналитики. И в разработке практик мы как раз столкнулись с таким большим вызовом, как объединить навыки, компетенции, интересы всех этих очень разных ребят, и как сделать так, чтобы они работали над какими-то общими проектами, которые могли бы стать готовыми продуктами. У этих людей были также разные цели, которые они ставили к нашей программе, разные ожидания. И нашими практиками мы стараемся на эти цели, на эти ожидания как-то отвечать. Также еще одним большим вызовом, вот третий пункт, обозначен такими двумя аббревиатурами STEM и GLAM. Здесь, думаю, аббревиатуру STEM пояснять не нужно, потому что это действительно технически ориентированный университет, коим является ИТМО, но термин GLAM поясню, что GLAM значит галереи, библиотеки, архивы и музеи. Это как раз объединенное название тех самых культурных институций, с которыми мы работаем. И почему я обозначила такую коллаборацию как вызов, потому что, конечно же, у наших институций, у университета и у культурных институций могут быть совершенно разные цели, задачи, мы работаем над разными продуктами, мы распространяем совершенно разные информации, у нас совершенно разные целевые аудитории, и мы ставим перед собой совершенно разные задачи, но здесь в рамках практик мы постарались наши интересы как-то совместить. И почему это был вызов? Потому что порой было очень сложно. Именно доносить до работников культурных институций, зачем им нужны наши студенты, и почему наши студенты не будут делать для них чат-ботов. И перейду к следующему слайду и поясню, почему же мы выбрали проект продуктоориентированной практики, почему мы выбрали такой подход к организации практической подготовки. Во-первых, потому что это, конечно, такая лайтовая версия реальной проектной деятельности, с которыми столкнутся выпускники нашей программы, если они решат работать в каких бы то ни было, например, проектных бюро, которые каким-то интересным образом представляют данные, например, в дата-журналистике или в каких-то других областях, на которые мы нацеливаем наших студентов. Это, конечно же, возможность создания каких-то интердисциплинарных команд из наших студентов, которые в целом намечаются. И такими подобными проектами мы как раз пытаемся нивелировать эту разношерстность и сделать так, чтобы она работала нам на руку. То есть, собирая команды из студентов с разными компетенциями, мы тем самым эти команды усиливаем. Конечно же, для ребят это опыт работы с реальным заказчиком, каким может являться, например, музей или какая-то другая культурная институция. И это пополнение портфолио. Здесь мы убиваем очень много зайцев одним выстрелом. С одной стороны, студенты пополняют свои портфолио, и на рынок они выходят уже с каким-то опытом реализации проектной деятельности, с на самом деле довольно известными культурными институциями Санкт-Петербурга. Это пополнение портфолио для нас, как подразделения ИТМО, какими-то реально реализованными проектами. И это, конечно, выгода для культурных институций, в которых мы эти проекты делаем, потому что, как я покажу чуть позже на примерах, те самые организации довольно активно включают проекты, которые сделали наши студенты в свою деятельность, они демонстрируют их на сайтах, они запускают какие-то мероприятия, связанные с нашими проектами. И это всегда, конечно, очень радостно и лестно. Итак, немного расскажу о том, как работает такая схема организации практик, и покажу небольшую этапность того, как мы разговариваем с нашими партнерами, и того, как студенты работают над проектом. Сначала идет, конечно же, подготовительный этап, когда кураторы практик от музея и институций формулируют некоторые кейсы для практик. Я могу показать на примере публичной библиотеки Маяковского, как выглядят кейсы. На кейсах мы просим таких кураторов культурных институций дать нам некоторые задачи или некоторые проекты, которые они бы хотели видеть реализованными на выходе. Но при этом, при всем, мы пытаемся формулировать кейсы таким образом, чтобы они были обтекаемы, чтобы студенты в рамках этого кейса могли проявить какую-то некоторую творческую свободу. Именно поэтому на одном из предыдущих слайдов я говорила о лайт-версии проектной деятельности, потому что, конечно, такие кейсы подразумевают довольно большое количество свободы, которую мы даем студентам. И вот на примере кейсов библиотеки Маяковского, здесь можно найти их три, и реализован у нас пока что один. Я его покажу чуть попозже. Затем на втором этапе происходит знакомство. Здесь уже, конечно же, подключаются студенты. Студенты ходят на экскурсии во все эти организации. Они ходили на экскурсии, когда мы могли это позволить до пандемии. И у студентов появляется возможность познакомиться лично с кураторами, посмотреть, например, на коллекцию, посмотреть на экспозицию, если речь идет о музее, как-то посмотреть на то, как реализована работа, если речь идет о библиотеке, и задать все возможные вопросы, познакомиться с кейсами, с людьми, которые будут их курировать и так далее. Затем на третьем этапе студенты распределяются по интересующих культурным институциям. Здесь иногда нам приходится устраивать некоторый конкурсный отбор и собирать, например, мотивации, смотреть, какие у студентов есть компетенции, и как-то распределять эти команды таким образом, чтобы внутри команды не было какого-то перевеса в одну из сторон. Затем совместно с кураторами из культурных институций, совместно с студентами мы все разрабатываем индивидуальное задание. На самом деле это довольно трудоемкий этап, особенно если студент проходит практику на проекте и в институции первый семестр, первый раз. Здесь действительно довольно большое время отводится на переговоры, на формулировку технического задания, того, что хочет увидеть, возможно, такой в кавычках заказчик куратор из культурной институции. И довольно часто здесь, на этом этапе разработки индивидуального задания студенты уже представляют какие-то свои идеи. И, например, такой происходит питчинг идей, предложение того, что студенты могут сделать для заказчика в рамках некоторого сформулированного кейса. После того, как задания утверждены, после того, как все соглашаются на том, что мы в итоге делаем в рамках определенной практики, студенты приступают к работе, непосредственно работе над проектами. И здесь мы пытаемся, конечно, наладить что-то вроде скрама, но сложно очень это сделать, распоряжаясь только каким-то административным ресурсом себя как координатора практик, но тем не менее мы пытаемся периодически встречаться, делать какие-то промежуточные точки и справляться о том, как идет работа, какие есть сложности, какие у нас задачи до следующего чекпоинта. Это, конечно же, обсуждать. То есть, опять-таки, вот эта вот самая лайт-версия работа над реальными проектами, продуктами. И такая небольшая тренировка скрама происходит у нас в рамках практики. В конце семестр происходит защита. В первом семестре обычно это прототип или уже что-то более-менее осмысленное и законченное. Опять-таки, я покажу чуть больше примеров чуть позже. И после первого семестра мы определяем дальнейшие пути развития проекта. И, конечно же, мы мотивируем студентов для того, чтобы эти проекты переросли в их выпускные квалификационные работы, чтобы они защищали их как тех проекта. И в рамках следующих семестров, если работа задалась, если студенты довольны тем, как отрабатывает культурная институция, если культурная институция довольна тем, как отрабатывают студенты, то, конечно же, коллаборация продолжается, и проекты дорабатываются, и запускаются. Но покажу, что у нас получилось в рамках одного семестра. Он был прошлым, то есть это был семестр весны 2021 года. Покажу, что получилось у наших студентов за один семестр, и то, как культурные институции воспользовались теми продуктами, теми артефактами, которые сделали наши студенты за относительно небольшой промежуток времени. В рамках практики в публичной библиотеке Маяковского, которая проходила там команда из пяти человек, была разработана VR-комната. Так, у меня почему-то не показывается один слайд. Я сейчас попытаюсь его вернуть. Возможно, он случайно скрылся. Секунду, да, он скрылся. Сейчас я его покажу. Прошу прощения за технические проблемы. Показываю потерявшийся слайд. Так, секунду. Я, кажется, остановила демонстрацию. Да. Проект, который получился из кейса «Маяковский на берегах Невы», опять-таки, оговорка про творческую свободу студентов и то, как они трактовали этот кейс и то, что из него вышло. А вышло некоторое VR-пространство, которое объединило в себе несколько DH-проектов в такую единую экспозицию, VR-экспозицию, которая отражает какие-то наиболее яркие вехи в жизни и творчестве Владимира Маяковского, связанные с Санкт-Петербургом. И здесь сразу оговорюсь, что связаны не только с Санкт-Петербургом, но и с другими городами. И в такой параллели сравнение нескольких локаций, которые, например, встречаются в стихах Владимира Маяковского, на слайде представлен QR-код, по которому вы можете перейти внутрь этого прототипа, внутрь VR-пространства, которого сделали наши студенты. Но я покажу несколько скриншотов и объясню, что, собственно, вышло. Одним из таких проектов, который был интегрирован в общее VR-пространство, была выставка живописных работ Маяковского. На самом деле не все знают, что Маяковский был не только поэтом, но и пробовал себя в живописи. И наши студенты вот таким образом представили такую веху в его творчестве и выступили такими, можно сказать, цифровыми кураторами выставки работ Маяковского. Еще один такой мини-проект в рамках общего VR-пространства был нацелен на оценку эмоциональной окраски стихов Маяковского и как раз сравнениями того, в каких эмоциональных тонах Маяковский писал о трех локациях, о Москве, о Петербурге и о, по-моему, Ялте или вот каком-то городе на Черном море. Также в рамках этого проекта был сделан таймлайн, который отражал творчество Маяковского и разные его периоды в рамках его творчества в Петербурге. И немножко покажу, как этот проект был интегрирован в жизнь библиотеки и, собственно, какая жизнь есть у этого проекта сейчас. На первом скрине истории мы показываем, как наши студенты защищали этот проект в стенах библиотеки Маяковского в центре Петербурга ведения, откуда, собственно, поступил данный кейс. Да, я выключила звук у одного из участников. А на последующих слайдах представлено мероприятие библиотеки Маяковского. Это было день рождения Владимира Маяковского в его, ну как в его, на его даче в Левашово, где он провел одно из лет, в которые он жил в Санкт-Петербурге. И в этой исторической локации, собственно, и справлялось его день рождения в этом году. Наш проект был представлен в виде такой цифровой инсталляции, и посетители мероприятия могли посмотреть такую трансляцию VR-пространства в таком реальном времени. Также наше VR-пространство можно посетить, по-моему, каждый четверг в филиале библиотеки Маяковского на Охте, в Охта-Лабе, можно прямо в очках походить по этому VR-пространству. Таким образом, вот такой получился довольно законченный, успешный кейс с библиотекой Маяковского, который до сих пор живет. И ребята, которые приходили практику в прошлом семестре, продолжают работу в библиотеке Маяковского, и все всем очень доволен. Еще одним нашим партнером является Музей истории религии, и здесь наши студенты пытались из вот этих вот всех трех кейсов, которые представлены на слайде, они реализовывали кейс с оцифрованной религиозностью, но они несколько его переначали, и покажу, вот что получилось. Получился проект интерактивного такого сценария посещения экспозиции. Экспозиции традиционных верований в Музее истории религии. Это первый зал, куда заходит посетитель, если вы вдруг бывали в Музее истории религии, если вы вдруг помните, как там организована экспозиция. Экспозиция начинается именно с традиционных верований, с архаики, и наши студенты сделали, реализовали в рамках первого семестра прототип, который бы рассказывал о духовной практике шаманизма, о мировоззрении шаманов, и создали такой сценарий для пользователя экипировать шамана для определенного ритуала, для ритуала камлания, сделали такой небольшой прототип на твайне, вот как он выглядит. В целом, пока что это очень сырая работа, но тем не менее студенты продолжают трудиться, опять же, над этим проектом и в этом семестре, и на материалах данного проекта будет, опять же, написано ВКР, что для нас является одним из критериев успехов как образовательной программы. И покажу еще один, третий пример того, как наши студенты трактовали один из кейсов. Здесь кейс был связан с цифровым музеем истории русской литературы, который мы делали совместно с Институтом русской литературы Рискадемии наук «Пушкинским домом». Задача стояла следующая. Оцифровать наследие те предметы, культурное наследие классической русской литературы, так как в Институте в Пушдоме существует музей русской литературы, музей такого, можно сказать, советского или даже до советского образца, в котором собрано довольно большое количество подлинных предметов, которыми пользовались писатели. Там, например, есть гербовая печатка Ганнибала, предка Пушкина, там есть некоторые личные предметы Лермонтова, есть посмертная маска Толстого. В общем, очень большое количество личных предметов классиков русской литературы. Музей организован таким довольно скучным хронологическим образом, и задача перед нашими студентами стояла цифровизовать опыт посетителя в музее, сделать некоторый какой-то интерактивный гид, с помощью которого посетители могли бы строить какую-то навигацию внутри музея, познакомиться с некоторыми экспонатами, и так как экспонатов большое-большое множество, перед студентами стояла задача именно нарративно простроить опыт посетителя в музее, и перед ними стояли как методологические задачи того, как условно провести цифровую экскурсию внутри музея, так и задачи как бы отладки каких-то пользовательских сценариев и непосредственно разработки такого гида, и первым делом мы взялись всего за один раздел экспозиции, раздел экспозиции о Пушкине и его в современниках, с прототипом можно также ознакомиться по QR-коду, и я чуть-чуть покажу несколько слайдов того, как все получилось у наших студентов. Здесь мы предложили студентов идти по сценарию Розамаса, таких каких-то интерактивных квестов, интерактивных вопросов, когда мы задаем пользователю некоторый вопрос, на который нет неправильных ответов, и вопрос о предметах, которые пользователь может найти на экспозиции. Здесь, например, один из вопросов, который мы показываем на слайде, что Михаилу Лермонтову взять с собой в ссылку на Кавказ. Предлагаем проверить, что лучше ему взять, и показывается вопрос, показывается ответ, и рассказывается, что есть не у нас, а в музее русской литературы в экспозиции, на что можно посмотреть. Вот в таком формате реализован нарратив. Да, и работа над этим проектом также продолжается опять-таки в рамках работы над пускной квалификационной работой. то есть для нас, как для центра, который организовывает практики, такими показателями успеха в рамках первого семестра, который завершился, и результаты которого я показывала, для студентов это был второй семестр, они показаны на слайдах, и для нас показателями успеха было то, что у нас есть реализованный прототип, у нас есть, конечно же, отчет, и данный проект продолжает, у него есть продолжение в рамках какой-то студенческой работы, желательно выпускной квалификационной. Вот, здесь в целом я бы, наверное, закончила свою часть и пришла, наверное, к обсуждению такого опыта, поделилась нашими контактами и сказала, что, конечно же, мы были бы рады масштабировать такую практику не только на студентов нашего направления, но попробовать привлекать к таким проектам и продуктоориентированным практикам с нашими партнерами и других студентов других подразделений, поэтому, если вдруг вам интересно, призываю написать на почту. Вот, и мы будем очень рады присоединить ваших студентов к работе над нашими проектами. Спасибо большое за внимание. Я остановила демонстрацию экрана. Валерия, может быть, вы как-то промодерируете? Да, конечно, прошу прощения, я отвлеклась на вопрос коллеги. Могли бы, пожалуйста, повторить вопрос? Я закончила свою часть рассказа и предложила перейти к возможному обсуждению, если вдруг у кого-то есть вопросы. Да, все, я поняла вас. Уважаемые коллеги, если есть вопросы, их можно в чат текстом, мы все озвучим, можно голосом. Пока вы думаете, записывайте, напомню, что все материалы будут опубликованы на сайте ItMoExpert и также будут в нашей группе ВКонтакте образовательные технологии ItMoExpert. Ссылки я сейчас пришлю в чат. Коллеги, есть ли вопросы? Да, вот Роман Уваров. Коллеги, добрый день. Лада, большое спасибо за очень интересную презентацию. У меня вопрос по технической части. Мы сейчас начинаем по программу образовательную, которая очень тесно связана с практическим взаимодействием с производственными предприятиями. Подскажите, пожалуйста, механизм, с чего начать это взаимодействие? То есть мы хотим выйти на ряд предприятий, которые находятся у нас в регионе, это Hyundai Motors, это Mitsubishi, Toyota, вот эти заводы, что под Питером стоят. С чего нам начать с ними взаимодействие? Что мы хотим, чтобы наши студенты решили те кейсы, которые есть у них на предприятии, чтобы в последствии у них выстраивались? Смотрите, я не уверена, что опыт того, как мы налаживали коммуникацию с культурными институциями, может быть переложен на предприятия, с которыми будете работать вы, но поделюсь, как дела протекали на нашей стороне со специфик с нашими организациями, культурными институциями, и возможно там будут разные специфики, но вообще мы на самом деле просто выходили иногда через конференции, иногда через просто каких-то общих знакомых на людей, которые работают в культурных институциях, иногда мы просто на какую-то почту, которая указана где-то, человека, который занимается внешними проектами, внешними контактами, и работой с партнерами, мы этому человеку писали письмо, если это был какой-то личный или более теплый контакт, с которым мы как-то были знакомы до, или контакт, который мы нашли по какой-то наводке, конечно же, мы говорили, откуда мы это все нашли, если это был просто холодный контакт из интернета, мы им все-таки тоже писали, отправляли какую-то короткую информацию о том, кто мы такие, у нас была заготовлена довольно красивая презентация о нашей образовательной программе, о наших студентах, о тех проектах, которые мы уже как-то сделали с помощью поддержки ИТМО в рамках каких-то неокторов или фундаментальных неров, которые мы делали до этого, и пытались таким образом налаживать контакт. В какой-то момент, если мы получали ответ от потенциальных партнеров, мы шли к ним, чтобы разговаривать лично, с помощью нашего прекрасного отдела практик, который сейчас центр карьеры, мы подписывали договоры о практиках, практической подготовке, и в целом как-то так пошло, но оговорюсь, что здесь самое главное это, конечно, коммуникация и найти более-менее дружелюбный контакт в организации. Я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос, но старалась как могла. Да, да, спасибо. То есть, в принципе, тогда будем находить способы коммуникации с этими предприятиями. А есть у вас статистика с точки зрения именно холодных контактов, сколько примерно вы обустрелило, что вы хотя бы переходили к более плотному общению. Смотрите, здесь опять-таки вопрос о том, насколько это нужно другой стороне. В нашем случае мы пытались, мы, конечно, метили и на больших, большие музеи, мы писали и в Эрмитаж, мы писали в Русский музей, но вот у нас получилось так, что наибольший отклик поступил от музеев поменьше. Вот, и здесь сначала, например, как мы вышли на библиотеку Маяковского, библиотека Маяковского сразу ответила, и сотрудник библиотеки Маяковского сразу сказал, да, нам интересно, но это такой, можно сказать, такой хороший случай, довольно возможно, не совсем показательный, когда большая организация, у которой все и так довольно-таки хорошо, отвечает и выходит на контакт. Например, Эрмитаж, там у нас был уже даже знакомый в одном из отделов, они сказали, да, нам интересно, но, например, начали предлагать нам такие проекты, которые были неинтересны нам. Им было интересно, чтобы наши студенты делали работу, за которую нам показалось, стоило бы предложить гонорар, так как практика подразумевает, ну, в нашем случае и в случае тестового формата безвозмездную основу, мы на эту практику не пошли, то есть мы не стали взаимодействовать с Эрмитажем. некоторые институции довольно большие нам попросту не отвечали. Здесь мы не собирали какие-то метрики, какой был процент согласия, какой был процент отказов, вот, но скажу точно, что отзываются больше, и нам отзывались больше те институции, которые может быть чуть поменьше, которые не так благословлены большим финансированием, и которым было интересно реализовывать какие-то цифровые продукты, но вот в таком экспериментальном формате, потому что, конечно, здесь за результат мы никогда ручаться не можем, потому что это студенты, потому что у них есть свои цели и свои интересы, вот, поэтому мы всегда очень четко проговаривали, что результат будет зависеть и от принимающей организации в том числе, и относительно того, как они смогут в том числе замотивировать студента на то, чтобы они закончили проект, потому что как правило начать очень легко, у всех всегда фонтан идей и все прочее, но будет ли проект поведен до конца, здесь очень много усилий нужно приложить и со стороны координации, координатору практики на стороне ИТМО и координатору проекта на стороне институции, вот, потому что иначе студенты могут сделать то, что хочется им или сделать ничего, потому что им тоже так захочется, вот, здесь, поэтому нужно как-то находить баланс. Спасибо большое, есть еще вопрос от Ларисы Сопроненко, прошу прощения, если неправильно поставила ударение фамилии. Все правильно, спасибо, здравствуйте, коллеги, я представляю некоторым образом центр юзабилити и смешанной реальности, вот, мне интересно, собственно, про обучение студентов, во-первых, сколько выпусков уже было в этом направлении обучения, как бы оно ни называлось, да, я понимаю, что со следующего года меняется, а потом сколько студентов обучается одновременно на этом направлении в магистратуре, и есть ли среди ваших студентов наши бывшие бакалавры, именно конкретно нашего направления, это бывшая кафедра графических технологий, сейчас это, соответственно, подразделение, которое называется иначе, потому что у нас есть очень много пересечений тематических, более того, несколько лет назад в бакалавриате я ввела дисциплину, которая ровно про проектирование в области дизайна, то есть это было на третьем курсе, односеместровая такая дисциплина, система сквозного проектирования называлась, и у меня ощущение, что это вот как-то где-то смыкается, но мы, наверное, ходили параллельно, не пересекались ни разу, я больше 20 лет преподаю, как-то не случилось. Спасибо большое за ремарку, я, если честно, не припомню, были ли у нас конкретно студенты с вашего направления, вот, но у нас были студенты ИТМО, которые в бакалавриате обучались на каких-то смежных специальностях, на веб-разработке или на анализе данных, я не помню, к сожалению, и не привела на слайде такую аналитику, вот, но мы ее собирали на вступительной компании, извините, приемной компании, вот, отвечу по тому, насколько наша программа старая или молодая, в общем, да, у нас сейчас был пока что только один выпуск, и проекты, которые я сегодня продемонстрировала, это проекты студентов, которые сейчас обучаются на втором курсе, соответственно, они еще пока не выпустились, и окончательные результаты их труда мы увидим в июне этого года, программа молодая, и мы пока еще целиком не нашли такое свое окончательное позиционирование, может быть, даже, возможно, и в рамках ЭТМО, но сейчас она называется цифровая гуманитаристика, Digital Humanities, до этого она называлась анализ культурных данных и визуализация. У нас существует исключительно магистратура, вот, и второй набор, который мы будем пускать в этом учебном, но в следующем календарном году, он вот только второй, вот, поэтому, возможно, мы еще пока не сильно пересекались, возможно, проектов у нас совместных не было, но Артем Смолин участвовал в конференциях, которые мы организовывали. А все-таки о количестве, о количестве. А, да, конечно, количество. Так, смотрите, у нас сейчас на втором курсе обучается около 20 студентов, на первом курсе мы набрали 30 человек, на следующий год КЦП у нас тоже 30, вот, спасибо, вот, поэтому вот сейчас в общем, если сложить первый и второй курс, у нас порядка 55 студентов обучается, часть из них задействована в практиках, которые мы делаем вот таким образом, то есть в проектной деятельности совместной с культурными институциями, часть задействована во внутренних проектах центра, потому что мы также, у нас есть и НИРМА, сейчас студенты будут участвовать в проектах М-платформы, я надеюсь, поэтому занятость такая очень разная у всех студентов, но вот часть стабильная и первый и второй курс проходит практику в культурных институциях, порядка, ну, половины, наверное, проходит в культурных институциях практику, половина остается в центре на каких-то внутренних задачах. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, есть ли еще вопросы? Можно текстом, если вдруг есть проблемы с микрофоном, можно голосом? А, и совсем забыла в ответе Ларисе Сопроненко сказать, что мы были бы очень рады взаимодействовать в рамках наших практик, и если вдруг у вас есть какие-то предложения, или если вдруг вы хотите, например, направить студентов в наши проекты, я могу написать свою почту, и буду очень рада каким-то фоллоуапом после этого вебинара. В чат почту свою. Спасибо большое. У меня на самом деле появился небольшой такой вопрос, скорее интересно ваше мнение по поводу взаимодействия с большими и малыми культурными институциями, назовем их так пока. Вы описали опыт того, что малые организации, малые команды чаще и охотнее отзывались на сотрудничество, отчасти ввиду того, что не так хорошо финансируются, а в принципе, как вы думаете, может ли это быть связано с тем, что ввиду того, что они меньше, они как-то внутри себя мобильнее, им быстрее перекинуть ресурсы между проектами, быстрее договориться. Вы замечали что-нибудь такое во взаимодействии, что те, кто поменьше, они быстрее и проворнее? Спасибо большое за вопрос. Я замечала, что возможно да, или организации, где например очень понятная структура внутри. Я здесь наверное сделала некоторую ошибку, что озвучила название некоторых культурных институций, с которыми у нас что-то не получилось, но тут без обозначения имени музея скажу, что мы пытались наладить контакт с одним большим музеем в Петербурге, действительно включающим в себя очень много разных филиалов, и не получилось у нас даже подписать договор не получилось, потому потому что здесь сотрудник, с которыми мы оговаривали возможность практики наших студентов в институции, не смог договориться с начальством. Да, и здесь всегда очень важно коммуникация внутри тех институций, с которыми мы работаем, потому что конечно же, чтобы подписать договор о практике, нужна подпись директора музея или заместителя директора музея, и сотрудники не всегда могут донести ценность того, что мы проводим такую работу до своего начальства. Вот, да, и если команда небольшая, если музей небольшой, или с коммуникацией внутри институции все очень хорошо, то довольно быстро получается и подписать, и выходить на какие-то встречи, и делать так, чтобы проекты жили внутри культурных институций. Вот, как это получилось, например, с библиотекой Мяковского. То есть организация с одной стороны большая, но был интерес, и так как мы пошли через отдел, в основном мы работали с отделом петербурговедения, и руководитель отдела уже лоббировал наши проекты внутри библиотеки. Вот, поэтому все срослось. Здесь, конечно, коммуникация наше все. Безусловно, я думаю, что коммуникация прям везде один из самых главных вопросов. Лада, здесь вот опять оставили комментарий, Дмитрий Казаков оставил контакты Светланы Казаковой, и вот как такой небольшой нетворкинг может быть окажется полезной. Уважаемые коллеги... Спасибо. Интересный вебинар. Спасибо. Уважаемые коллеги, есть ли еще вопросы к спикеру? Если вопросов нет, на всякий случай напоминаю, Лада скинула свою почту в тяп, если вдруг появятся вопросы, я думаю, что можно уже напрямую задать их спикеру. Уважаемые участники, огромное спасибо, что присоединились к нам сегодня. Лада, большое спасибо за то, что поделились опытом, было безумно интересно вас слушать, желаю удачи программе дальнейшего интересного развития и новых крутых проектов. Спасибо большое, что позвали поучаствовать, я была очень рада. Спасибо большое за вопрос.